Прости, парень, ты тут можешь представляться хоть Аль Капона. В лагере ты просто никто. Здарова, братаны, вы на канале Диафплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить мод двое роленочки, погнали. Прежде чем я успел что-то сказать, Семен потянулся рукой вверх и растворился в воздухе. У меня болела душа за Олесю, но и за Лену, я думал, как поступить. Конечно же мы Леночке будем помогать, в пизду Олесю. Подходя к библиотеке, снова, как и в после и в другие дни, я почувствовал тревогу. Подбегал к двери, я уже на всей скорости. Изнутри слышались голоса. Сама признайся, ты просто не способна. Сдохни уже! Я резко открыл дверь и заскочил внутрь. Стояла разъярённая Лена с ножом в руке, перед ней лежала Женя. Судя по крови и порезу, только что убитая. Тут вдруг в комнате послышался ветер. Он подол на всех и буквально сдул труп Жени. Пропал не только труп, но и кровь на полу. И в следующую секунду за столом поодаль появилась Женя. Живая! Лена рванула к ней. Но я подскочил к Лене и обнял её сзади. Лена! Ленусик! Стой! Она специально тебя провоцирует! Лена перестала стремиться к Жене. Женя заржала. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Лена наливалась гневом. Послушай меня, Лена. Она тебя провоцирует. Специально. Не слушай. Это мразь! Ответит! Лена! Леночка! Лена, похоже, меня не слышала. Я понимал, что ещё чуть-чуть и будет поздно. Боец! Действовать! Мысль ударила в мозг. Я повернул Лену лицом к себе. Не обращая внимания на её искажённое лицо, притянул к себе и... Поцеловал её крепко в губы. Она сначала занесла нож, но я не отпускал её. Нож остановился возле моей шеи. Тут вдруг... Руки Лены опустились, нож упал на пол. Она полностью мне доверилась. Видя это, я перестал её целовать и отпустил. Лена смотрела на меня. До неё постепенно стало доходить, что происходило. Лёша! Она кинулась душить меня в своих объятиях. Миленькая какая. Слыша, как кто-то появился в дверях, я её мягко отстранил. Леночка моя. Женя встала из-за стола. А мы тут плюшками. Я оглянулся на проём двери. Перед ним стояла Виола. Впервые я видел её такой серьёзной. Лицо Жени было ехидно наглым. Агент, вы нарушаете условия работы в пространстве. Я понял, что Виола обращается к Жене. Ой, вот прям повеселиться нельзя. Тут лицо Жени стало серьёзным. Она вдруг застала на месте, как замороженная. Даже дышать перестала. Мы отошли с пути, и Виола подошла к ней. Ещё и поддалась тёмному. Напоминаю вам устав работу в пространстве. Женя руками отчаянно тянулась вперёд, хватая ртом воздух. Она задыхалась. Пункт 3.18. Запрещено действия провокационного характера, которые могут кардинально повлиять на жизнь в лагере. Женя упала на пол. Она не могла дышать. Нарушение субординации и основных пунктов нахождения в пространстве и влечет за собой заморозку. Виола посмотрела на нас. Женя дёрнулась пару раз и затихла. Ветер снова унёс её мёртвое тело. Впрочем, это уже наши внутренние дела. Виола повернулась к нам. Я выскочил вперёд и закрыл с собой Лену. Виола, она не виновата! Пожалуйста! Виола удивилась, но потом улыбнулась. Вот что значит настоящая любовь. Редкость. Она зря провоцировалась. Но теперь я вижу, что она в надёжных руках. Ты смог остановить волну? Она замолчала. Вот так всегда. Только что-то интересное и ничего не говорят. Что мы смогли остановить? Как вы всегда смешны с глупыми вопросами. Неважно. Лучше даже не знать. Лена, ты знаешь, почему она так тебя провоцировала? Нет. Потому что, когда тёмный много раз в тебе совершает убийство, то потом ты лишаешься памяти и приходишь в себя, помня только последние часы. Лицо Лены было удивлённым, но потом стало грустным. Теперь я поняла, почему многое не помню. Здесь мы закончили. Больше вас эта дурочка не побеспокоит. Говорили же, не надо всю степень свободы практикантам давать. Back to reality через один, два. Она не успела щёлкнуть пальцами, как растворилась в воздухе. А за столом из воздуха наоборот материализовалась Женя. Уже спящая. Видимо, так ей просыпаться не впервой. Конечно, она и не заметит перемещения меж лагерей, потому что много спит. Я поняла теперь. Это теперь Женя в... В лагере. И она не знает. Я кивнул. Женя проснулась и уставилась на нас. Чего шумите? Она немного смягчилась, посмотрев на Лену. Всё успела собрать! Лена кивнула. Взяла меня за руку, и мы вышли из библиотеки. Выйдя на свежий воздух, я вздохнул с облегчением. Понял, что одновременно с Леной. На что мы оба рассмеялись. Леночка, легко же всё с ней. Легко всё же с ней. Я там даже дышать нормально не могла. Вижу, что ты тоже. Ты меня реально напугала. Хорошо, что я пошёл туда тебя проведать. Не знаю, не пришла... Не пришла ли Виола вовремя... Блять! Не пришла ли Виола бы вовремя, но... Ты меня вовремя остановил. Лена поцеловала меня легонько в губы. Я снова потянулся к ней. Но поцеловал лишь её пальчик, который меня остановил. Малыш, идём на концерт! Я вспомнил про Лисю. Лен, мне тут Семён один сказал, что Лисе требуется помощь. Тебе мы помогли. Пойдём за ней. Мне почему-то кажется, что мы её увидим там. Среди зрителей. Я верю тебе. Лена взяла меня под руку, и мы пришли к сцене. Увидев, как на первом ряду Леся под руку держит Шурика, я улыбнулся и помахал ей. Она тоже помахала нам с Леной. Зря я волновался, она же боевая. Начался концерт. На сцену вышла Лиса с гитарой и сыграла какую-то красивую песню. Я не силён в зарубежной музыке, но было классно. Потом Мику спела шотто на японском. Потом вышел Семён, тоже взял гитару. Подмигнув Ольге, она что-то сразу отвела взгляд. Также гитару взяла Алиса, Мику встала за синтезатор, а Ульянка села за барабаны. Они заиграли. Красивая композиция, и слаженно же у них получилось. Лена сидела рядом, слушая и периодически хлопая в ладоши, не выпуская мою руку, пропустив свою под моей. Выглядела смешно и в то же время мело. Так проходил концерт. Были ещё времена. Бля, времена, номера! Но я всё радовался, что Лена рядом со мной сидит, расслабленная. Что она и радуется искренним музыкальным номерам рядом со мной, не выпуская мою руку. Лена очень сильно изменилась. Я теперь понимал, какая она настоящая. Вот та, что рядом со мной. И такой я хотел её видеть всю жизнь. Наконец концерт закончился. На сцену вышла Ольга. Она... волнуется? Не смело Ольга взяла микрофон в руки. Но посмотрела на Семёна, который ей кивнул, и говорить уже стало решительно. Товарищи пионеры! Нет, не так. Мои дорогие ребята! Разговоры сразу стихли, и все сразу с интересом посмотрели на сцену. Я всех вас полюбила за это время. Все мы стали как одна большая семья. Были и ссоры, и прощения. Были и беды, и радости. Но я вас никогда не забуду, родные мои. Мы видели, что Ольга с трудом сдерживает слёзы. Она взяла себя в руки и продолжила. Я очень надеюсь, что вы получили много приятных воспоминаний о нашем лагере, который стал вам настоящим домом. Согласна, с такими отличными товарищами и просто... добрыми и мальчиками, и девочками, смена закончилась очень быстро. Но обещаю вам, я никогда вас не забуду. А если вы хотели бы снова увидеться тут, я через год буду ждать вас. А кто захочет, дам свой адрес. Давайте будем общаться и вне лагеря. Народ одобрительно загудел. Всем нравилась такая Ольга. Она говорила ещё что-то. Но я почувствовал, что кто-то появился сзади. Вот именно, что не было никого и вдруг появился. Я обернулся и увидел мастера. Как всегда, кроме тёмной рубашки, он ничем не отличался от других семёнов. На его умудрённое выражение лица его выдавало. Лена увидела, что я смотрю назад, и тоже посмотрела на мастера. Алексей, у меня к тебе необычная просьба. Да? Вот прямо перед отъездом, я сделаю, если это не помешает мне уйти с Леной. Я бы не смог помешать вам при всём желании. Просьба никак на этом не скажется. Интересно, чем же я, простой и смертный, могу помочь такому могучему, как ты? Эх, всего-то у меня разница с тобой, что я не терял памяти о циклах. Суть не в этом. Мне нужно, чтобы ты наклеил кое-что на одежду, Ольга. Дайте угадаю, наклейку с тетраграматоном? Лена удивилась, словно молчала. Ты намного умнее, чем кажешься. Да. Я смотрел на мастера. И думал спросить... И думал, спросить ли у него ответную услугу или нет. Можешь не напрягаться, я не умею читать мысли, но могу точно сказать, о чём ты думаешь. Да, ты можешь рассчитывать на мою помощь. Эта возможность... Эта возможность даётся не каждому, поверь. Помощь в чём? Она тебе понадобится, если ты выберешься отсюда. С ней. Он оказал на Лену. Я зло посмотрел на него. Ладно, ладно, прости, с Леной. Ну так как? Глупо было отказываться от такого шанса получить помощь в будущем. Я сделаю всё, чтобы выбраться с Леной. Только с ней. Неважно куда. Как я и говорил, я тебе помочь не могу. Однако я дал тебе всё, что знаю по этому поводу. Что мне надо делать? Я согласен. Мастер вручил мне в ладонь наклейку. Точно такую же, как была у меня в кармане рубашки. Я проверил карман. Наклейка была на месте. Я даже сравнил их. На вид совершенно одинаковые. Мастер указал на то, что я вынул из своего кармана. Это твоя. Убери в карман. И не перепутай. Они разные? Система свой-чужой? Можно и так сказать. Теперь иди к Ольге. Незаметно наклей ей на одежду. Не слушай, что говорит Семён. Вот те раз. Что? Эх, всему учить надо. Не слушай, говорю. Что бы он ни говорил. Со сцены Ольга должна сойти, неся наклейку на своей одежде. Это позволит ей тоже выбраться? Я не намерен тебе отвечать. Либо берёшься, либо нет. Я и не надеялся. Но то, что ты мне в будущем обязательно поможешь, даёшь слово? Слово мастера. По его голосу я понял, что такое слово ценится на вес золота. Я сжал в руке наклейку, кивнул и пошёл к сцене. Обернулся к Лене. Лена кивнула мне, разведя руками. Мастера за ней уже не было. Ольга что-то говорила со сцены. Набравшись решимости, я шагнул к сцене. Неожиданно, перед ступеньками на сцену, мне путь преградил Семён. Тебя, я так смотрю, мастер вдохновил на речь. Я пытался обойти его, но он явно не намерен был меня пропускать. Закон четырёх. Многозначительно сказал я. Прости, парень, тут... В лагере ты просто никто. Видя, что Семён не намерен меня пускать, я сунул наклейку в карман-шорт и сжал кулаки. Да, он выше, но и я не... Пример лучше подготовлен. Ты не хочешь с ней выбраться? Мне казалось, что в этом твой план. Семён засмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха, много ты понимаешь. Выбраться? Из-за этого рая? Да ты о чём? Или ты реально думал, что из-за этой рыжей суки? Я с размаху ударил Семёну в челюсть. Блин, больно. Кулаки отвыкли, что ли? Семён поднимался со ступеней. Он явно хотел ударить меня в ответ, но тут мы заметили, что всё внимание зрителей было приковано к нам. И Ольга замолчала. Медлить было нельзя. Я запрыгнул на сцену и подскочил к Ольге. Семён рванулся за мной и вдруг остановился. На него смотрела Ольга. Я жестом попросил у Ольги микрофон. Ребята, не знаю как вы, но... Для меня наша уважаемая Ольга Дмитриевна стала как старшая сестра. Зрители гудели с одобрением. Она очень добрая и отзывчивая и вникает в проблемы каждого из нас. Она воспитала из нас настоящих пионеров, готовых друг другу прийти на помощь. Я никогда не забуду эту смену. И нашу добрую Ольгу Дмитриевну, с которой мы, я думаю, все стали настоящей семьёй. Ольга стояла и смущенно молчала. Я вернул ей микрофон. А из зрителей кто-то несмело захлопал. Спустя секунду хлопать начали все. Я незаметно взял в руку наклейку с кармана шорт. Отклеил задний слой. И чуть приобняв Ольгу, наклейку незаметно прилепил к её рубашке с внутренней стороны. Чтобы не было заметно. Едва я это сделал, наклейка исчезла. Просто растворилась на рубашке. Я посмотрел на то место, где стоял на ступеньках Семён. И его уже тоже не было. Окинув взглядом хлопающую толпу, я заметил другого Семёна, который кивнул мне. Кто из них клон? Кто настоящий с этого лагеря? Который хотел вытащить отсюда Ольгу? Всё оставалось без ответа. Да, блядь, сколько можно? Но я был рад и тронул Ольгу за руку. Тихонь... И тронув Ольгу за руку... Блядь, за руку Ольгу! Тихонько сошёл со сцены, пока Ольга стояла и смущенно принимала на себя аплодисменты. Спасибо вам большое, ребята, за признание, но я хотела сказать... Неожиданно прозвучал сигнал на обед. Да, всё заканчивается, но я буду рад видеть вас через год. Сейчас идём на обед, потом собираемся на остановке с вещами. Ну а раз они собираются и те же рякать, то значит можно заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok